Здравствуйте, уважаемые любители красоты! Приветствую вас на канале Мой Сад. Вот и расцвела моя хоризонтемка, которую я хотела наряжать на Новый Год. А сегодня видео пройдет про пеларгонии, плющи-листные, которые пора обрезать. Ну вот, два экземпляра у меня таких сейчас на столе. Я уже одно обрезала, решила все-таки поделюсь с вами этой информацией. Вот до такой степени я ее обрезала. Вот, видите? Вот такая. Это торнадо красная у меня. Она потянулась, света сейчас ей маловато. Ну вот, такой скелетик. Он, конечно, обрастет, но будет обрастать уже весной. Не сейчас. А сейчас просто надо уменьшить полив. И можно немножко подкормить азотными удобрениями. Но в основном в зимний период мы пеларгонии ничем не подкармливаем и оставляем ее в покое. Поливать можно раз в неделю. Смотря, конечно, какая у вас влажность воздуха в квартире дома. Ну, обрезав, я, конечно, решила себе оставить черенки. Вот такие череночки. Где-то они вот такие искривленные. Где-то более вот такие прямые. По два-три листика. Поставлю на уклинение. Буду ставить чисто перлит. И вермикулит. Включились на пеларгонии. Она и так вот прям сухая-сухая. У нее твердые палочки, такие веточки. Поэтому особо подсушивать ее даже и не нужно. Ну, чуть-чуть. Срез, чтобы затянулся. И все. В осенний период очень тяжело пеларгонии укореняется. Вот. Поливать. Можно просто во влажный перлит ставить веточку. И можно даже несколько дней не поливать. А только по листу спрыскивать. Это я вам покажу в конце ролика. Как они у меня сейчас в пеларгонии стоят на укоренении. Там разные они. А сейчас попробуем и еще один горшочек вместе с вами обрезать. Вот смотрите. вот такое растение. Нависело у меня под потолком. В коридоре света не хватало ему. Что будем делать? Будем резать. Лишнее будем удалять побеги. Вот. То, что я купила. Ножницы вот такие. Ну, просто супер. Секатор миниатюри. Так. Вот такие длинные побеги тоже убираю. Даже вот так. Дальше. задача как бы не из легких. Не нужно оставить нам все равно около десятка зеленых листиков. остальное все убираем. Все убираем. Но потом уже с того, чего мы сейчас отстригем, мы будем выбирать черенки. Вот такое растение у меня получилось. Сейчас все сухие веточки. Ну, листочки уберу. Вот такое растение получилось. Сейчас его нужно будет или под подсветку ставить, чтобы сохранить зимний период. Сейчас дни идут еще все на уменьшение или повешено самое яркое солнечное окошко. За зимний период нам, конечно, нужно наше растение размножить. и к весне уже по 2-3 черенка можно будет высадить в горшочки. Но при этом, я думаю, все-таки нужно будет его еще и пощипать, обрезать, чтобы оно лучше кустилось. Вот, видите, крайняя веточка какая у нас зелененькая. Вот мы ее и подрезаем. Вот, но на этом черенке много листочков. Нам нужно будет оставить только вот эти верхушечные, макушечные. Вот такой черенок получился. Можно еще его укоротить. Корни идут не обязательно из междоузля. Они могут идти просто по стволику, по диаметру стволика в любом месте, ну, надреза. Вот. И какие брать? Ну, лучше, конечно, чуть-чуть одревесневшие. Тогда корни будут лучше пробиваться и процесс отпадет быстрее. Вот столько мусора получилась. Ну, да. Какие-то цветы несут больше мусора, какие-то меньше, но все равно укажут для них постоянно надо чистить и поливать и устраивать им душ. Не без этого. Вот такое количество черенков у нас получилось. Да, они вот такие кривенькие, потому что это ключелистная пеларгония ампельная. У нее сами стволы так формируются и опускаются вниз. Вот. И два вот таких растения. Вот это старшее растение целый год, поэтому стволы такие одревесневшие. В одном горшочке такое растение может расти и 3-4 года, но все равно нужно делать подкормку. Многие у меня спрашивают, почему моя пеларгония не цветет? Ну, попробуйте ее пересадить. Но сильно объем горшка не увеличивайте. Буквально там на сантиметра два вот так вот по краю горшка можно увеличить не больше. И поставьте на самое солнечное место, не переставляйте его. Подкармливайте фосфорно-калийными удобрениями. Обязательно будет радовать вас цветение. Просто за ним нужно немножко поухаживать. Можно спрыснуть янтарной кислотой, так простимулировать его рост и его цветение. Можно верхником земли просто убрать и высыпать другой плодородной почвы. Разные способы есть стимулирования к цветению гераний. Можете убрать на какой-то шкаф, но вы знаете, что зональные пеларгонии не сразу начнут желтеть, сбрасывать листву, поэтому ему можно это сделать, но кратковременно. А потом, конечно, на солнечное место пусть радуется солнышку и побыстрее зацветает. Но сейчас в пеларгонии обычно не цветут, только на самых ярких солнечных окнах в зимний период. Они у нас зацветут и будут радовать нас с марта месяца, когда световой день у нас увеличится, будет больше 10 часов, и тогда вся природа у нас проснется, обрадуется весне и будет цвести и пахнуть. Вот, хотела показать вам разницу между той пеларгонией, которую я сейчас обрезала и той, которая растет и цветет на более солнечном месте рядом с гипискусами. Вот, она тоже начала жухнуть, тут есть у нее уже сухие листья, тоже нужно все обрабатывать, но все-таки она более живенько выглядит. Вот, но обрезать ее тоже необходимо. Вот так неделю назад я ставила на укоренение свои пеларгонии, где-то листики сохнут, в основном они тут еще не успели пожелтеть. Грунт у них классом, вместе там сперлитом и вермикулитом немножко. Вот, как я и говорю, первое время, первые два дня даже поливать не нужно, пеларгония не любит, потому что начинает сразу загнивать. Полив через дня два, а первые дни можно вот так еще просто накрыть пленкой. Вот такой у меня контейнер. Здесь чисто вермикулит. Результат укоренения, вот посмотрите, супер-супер. Мне очень понравилось. Просто вермикулит без всякого грунта. Но это розовая простая, поэтому она конечно очень быстро укореняет. Ну вот еще одна. Красная роза. Вот корешки видны. Даже тут два черенка в один стаканчик. Наверное, мало было вермикулита у меня. Можно и так. конечно бутончики вот видите даже бутончики здесь были. Их нужно убирать. они сами убираются. Коренение конечно нужно осуществлять под лампами. Я говорю, что можно даже растение не поливать. Или поливать в ножки и опрыскивать по листу. Листики абсолютно чистые, потому что я их еще обрабатывала октарой и тпки. Все равно не хочу, чтобы все труды пропали напрасно. Поэтому не забывайте периодически раз в 10 дней в зимний период опрыскивать и обрабатывать все свои растения. Особенно если у вас есть такие растения как бальзамины, фуксии, компанулы, которые постоянно поедаются паутинным ключом. Поэтому обрабатывайте, чтобы ваши труды не пропали напрасно. Здесь у меня на листве это вермикулит кусочки. Лист абсолютно чистый. Вам желаю всего-всего самого наилучшего и до встречи на канале Мой Сад.